Приветствую вас, дорогие зрители, на моем канале Ольга Свон. Сегодня вас ждет разговор по душам или исповедь моя, исповедь модели. А еще я помню, у меня был кастинг где-то в центре Парижа, причем кастинг был на французский Vogue. Я пошла к фотографу, и я иду и понимаю, что настоящие путаны, все размалеванные в шубах, на каблуках вот таких вот. Я так перепугалась, они так смотрят на меня. Я даже в каком-то шоке была. Я понимаю, что это центр Парижа, и вот, пожалуйста, Натя, вам выбирайте. Мне было так страшно, думаю, что они на меня нападут и к себе заберут. Почему-то я вот этого боялась. Конечно, я была еще молоденькой, глупенькой, возможно, но я перепугалась, честно вам скажу. Такой культурный шок. Так что да, Франция, Париж меня не покорили. Далее немцы. Немцы очень чопорные, такие жесткие, нельзя опаздывать. Хотя я всегда была пунктуальной, но мне предупреждали Оля, не вздумай опаздывать на работу. Вот с немцами, с японцами это очень жестко, ни в коем случае. Японцы даже могут вычитать из зарплаты. Если вдруг девочка опоздала на час или на полчаса, они могут вычесть часть денежек из зарплаты, которая причитается модели. И, кстати говоря, насчет японцев еще. Я помню, была там два раза, вот в моей второй поездке она была более успешной. И я помню, прогулялась по магазинчиком выходной. И там не разрешается примерять одежду иностранцам. Вот настолько, представляете? Ужасно. Просто приходишь и говоришь, а можно я померю? Я говорю, нет. А почему? Только для японок. Все, вот так. Некоторые разрешали, но это прям в редких случаях. Вот настолько недружелюбный народ. Так же смотка, будто ты какая-то инопланетянка. Ну то, что мы еще высокие, они там все маленькие, узкоглазенькие, все на одно лицо. И, конечно же, когда приезжаешь как будто бы на другой планете. По поводу немцев, они очень прижинистые в плане денег и такие жесткие. У них всегда лезть план, и они не любят, когда что-то выходит за рамки этого плана. Если они не успевают что-то сделать, все, это прям стресс, кошмар. У них все прям четко. С одной стороны, это неплохо. А с другой стороны, конечно, тяжело работать в такой атмосфере. Люди не очень добрые, не такие прям открытые. Нет. Когда я закончила школу, уже переехала за границу, можно сказать, мой агент меня спросил. Это была женщина, Оксана ее зовут. И она спросила, Оля, где ты хочешь вообще быть постоянно? Любую страну выбирай, и будешь там проживать какое-то время, и уже оттуда будешь выезжать на какие-то работы или кастинги и так далее. Я выбрала Лондон. Мне понравилась Англия. Англичане тоже неплохие люди. Конечно, есть разные. Мне понравился аристократизм, который витает даже в воздухе. Улочки прекрасные в Лондоне, конечно, в центре. То есть это Кенсингтон, парки. Меня это очаровало. Это было близко моему духу, моему сердцу, поэтому я выбрала Англию. Лондон для проживания. Хотя я могла выбрать любой город. И Нью-Йорк, и Берлин, и Мадрид, и Афины. Пожалуйста. Ну, выбрала Лондон. И дольше всего я проживала там. И, кстати говоря, когда я уже собиралась бросать модельный бизнес, перед мной стал выбор бросать все-таки его или подавать на вид на жительство в Англии. И после этого могла получить английский паспорт. То есть английское гражданство. Но я решила бросить, уехать в Россию и вернуться по некоторым причинам. Но давайте не будем сбегать вперед. Поговорим о кастингах. Что такое кастинг вообще? В модельном агентстве девочка получает список мест, куда нужно ей пойти. Это может быть кастинг на журнал какой-то, на каталог, на показ, просто к фотографу или какому-то агенту, который подбирает девочек для каких-то работ, тех же самых журнальных, каталожных и так далее. В обычное время каждый день нужно ходить по 3-5 кастингов, не до 6. Если это неделя моды, это просто загруз. Может быть до 15 кастингов в день ноги гудят, болят в конце дня невыносимо. Потому что много ходить, ездить приходится и, конечно же, в очередях сидеть. Особенно, я помню, в Милане неделя моды. Девочек очень много. Сидишь на данный час, полтора раз ждешь, когда твоя очередь подойдет. Просто показать портфолио, композитку показать, оставить. И пройтись, если попросят, или померить что-то, какую-то одежду. В общем, это тяжелая работа. И я заметила, что чем круче бренд, тем отношение такое, знаете, вот свысока. Что как будто бы к ним пришла не девочка, не человек, а просто какой-то кусок мяса. Какой-то расходник, расходный материал. Вот такое отношение. Мало кто вообще в этом бизнесе заботится о моделях. Многие хотят просто на них заработать, в том числе агентства, ночные клубы, спортивные клубы, да все, рестораны. Вначале я этого не понимала. Я помню, в мою первую поездку мне вручили такую карточку и говорят, Оль, по этой карточке ты можешь приходить в один из ресторанов и кушать бесплатно. Я так думаю, странно. Сама мама говорила, Оля, бесплатный сыр только в мышеловке. Я думаю, наверняка какая-то ждет меня подстава. В ресторане бесплатно покормят. И я не ходила. Во-первых, мне было стыдно. Думаю, ну как я приду, скажу, дайте поесть. Вот моя карточка. И как это должно выглядеть. Это, во-первых. Во-вторых, конечно же, чувствую какое-то второе дно. Думаю, наверняка что-то странное. И некоторые девочки ходили, помню, в Милане тоже был такой кафешка, где кормили бесплатно моделей. Для чего это делается? Я уже потом узнала. Ночные клубы, рестораны, кафешки, спортивные клубы. Если туда ходят красивые девушки, модели, все. Где красивые девочки, там богатые мужчины, которые готовы платить, тратят деньги большие. И именно поэтому существует такой бизнес. На моделях зарабатывают, в общем. Очень было неприятно мне это узнать. Потому что как-то мерзко. Возьмем ночные клубы. Как я вообще узнала об этом? Я была в то время в Нью-Йорке. Звонит телефон домашний. Поднимает девочка, моя соседка, и разговаривает. Я говорю, а кто звонил-то? Говорит, а это какой-то там Джордж, грубо говоря, да? Он приглашает на дискотеку, в клуб. Хочешь пойти? Я говорю, нет, не хочу. Откуда вообще он номер, наших апартаментов? И вообще, с какой стати он нам звонит и приглашает? Ты что, не знаешь? Они зарабатывают на этом. То есть, допустим, он пригласит пять девочек, приведет их в какой-то клуб, и ему за это платят. Девочки, естественно, модели везде проходят бесплатно. Бесплатная выпивка. Пожалуйста, только приходи. Только приходи. Я сходила по мне один раз в Париже, в ночной клуб. Мне просто было интересно посмотреть, что там, как. Мне не понравилось. Вообще, я не люблю ночные клубы. Я скорее домосед по натуре. Ночные клубы – это не моя история. Вечеринки, громкая музыка, табачный дым, который все разъедает. Кидает яркие световые вспышки. Потом приходишь домой, глаза все красные, вся воняешь просто с этим дымом. Уставшая. Говоришь шум от этой музыки. Думаешь, какой кошмар. Вообще, кому это нужно? Поэтому я один раз ходила в Париже, поняла, что это не мое, и потом уже не ходила. Некоторые девочки ходят, думаю, до сих пор. И, конечно же, это проблема, потому что многие увлекаются этим и живут уже ночной жизнью. То есть ночью они ходят по клубам бесплатно, естественно. Днем уже нет силы ходить по кайсингам. И поэтому, конечно же, работу они тоже не получают. Это большая проблема на самом деле. Плюс такие походы могут быть небезопасны. Во-первых, я слышала случаи были, когда подсыпали в напитки какие-то вещества, после которых девочка теряла сознание и ее насиловали. Была такая история в Милане. Девочка была 16-17 лет, ее опорили, он потерял сознание, и охранник надругался над ней. Ну, я думаю, все поняли, о чем я говорю. Плюс в этих клубах, конечно же, могли и на наркоту подсадить спокойно. Поэтому я старалась избегать таких мест злачных. Теперь скажу несколько слов по поводу модельских апартаментов. Что это такое? Чаще всего это какие-то квартиры, либо дома даже могут быть, в которых расселяют модели. Битком, можно сказать. Иногда ставят яростые кровати в комнаты. Конечно, это не бесплатно. За это берутся деньги. Причем немалые деньги. И жить в таких условиях некомфортно, крайне, потому что девочек много. Чаще всего они какие-то грязные, все неопрятные. То есть посуду не моют, мусор кидают и так далее. Я помню, в первый раз, когда поехала, меня поселили с хорватками. Я была просто в шоке. Потому что они курили, и пепел бросали прямо на ковер. Я прихожу в зал, смотрю на эту картину, думаю, ужас, какой кошмар. Я села в своей комнате, хотела просто пройти, выйти на кухню, что-то съесть и все. То есть я телевизора не смотрела, пряталась, можно сказать, от них, потому что ужасно было. Потом уж когда девочка зарабатывает что-то, она может отдельно отселиться, что-то снять сама для себя или купить, если ей очень повезет, какие-то контракты хорошие подпишет. Я жила одновременно у своей агентки в квартире. Конечно, тоже не бесплатно, но она брала небольшие деньги с меня, жила в хорошем районе. Это район Кенсингтон в Лондоне. Мне там очень нравилось. Недалеко там был русский православный храм, где служил Антоний Сурожский. Я думаю, многие православные зрители знают этого человека. Как раз-таки я ходила иногда на службу в этот православный храм. Мне очень нравилось пешком. Такие были хорошие деньки. Ходила в спортивный зал недалеко, тоже была дома в храм иногда. И вообще гуляла в парке, когда было время. Мне очень нравилось общежитие в Лондоне. Комфортно по погоде было мне. И люди тоже, в принципе, мне нравились англичане. Я даже, помню, присмотрела себе курсы дизайн ювелирных украшений. Хотела поступить туда, но в итоге решила все бросить, вернуться в Россию уже в конце. Хочу еще добавить по поводу спортивных клубов, кафешек, которые тоже зарабатывают на моделях. Та же история. Та же история. Приходят девочки красивые. Все. Где красивые девочки, там богатые мужчины, которые крусть возле них и готовы тратить деньги. Поэтому, допустим, в спортзалах показываешь композитку свою, что ты модель, все, тебе скидка хорошая. Такими привилегиями я пользовалась. Помню, когда была в Германии, приходила в спортзал, показывала композитку свою. Говорю, все, пожалуйста, проходите. Вот вам скидочка хорошая. И вот этим я пользовалась. А кушать бесплатно я не ходила. В такие кафешки. Просто боялась. И было как-то странно. Покормите меня. Вот моя карточка. Покормите мой талончик. Не знаю, как-то смешно мне казалось. Поэтому кормиться я не ходила. В спортивный зал я, конечно же, использовала такой бонус, что я модель могу ходить со скидкой очень хорошей. Теперь расскажу о плюсах и минусах вообще модельного бизнеса. Давайте начнем, наверное, с грустного. Были печальные случаи. Не со мной в том числе. Я расскажу про себя, что со мной случилось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok